Доброго времени суток, дорогие друзья! Я часто получаю письма с просьбой о помощи, переходящей иногда в крик. Как правило, обращается тогда, когда начинаются поздние осложнения сахарного диабета. В 99% случаев диабетикам не удается избежать осложнений. Рано или поздно, к сожалению, они наступают в виде сердечно-сосудистых, онкологических осложнений, диабетических нефропатии, ретинопатии, полинейропатии. Ошибочно все диабетики и врачи борются только с высокими сахарами, хотя на самом деле нужно бороться с причиной, а не со следствием. Высокие сахара – это следствие, а причиной является метаболический синдром, куда входит инсулинорезистентность, а это плохая восприимчивость рецепторов клеток к инсулину, оживление, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, гиперлипидемия и другие. Бывает и так, когда у пациента сахар в нормальных показателях, а многие другие показатели биохимического анализа крови отрицательны. Вы спросите меня, что же делать в этих случаях? Отвечаю однозначно, нужно в любом случае проходить программы 21 и 40 на основе частичного ограничения калорий и углеводов. Однако подавляющее большинство пациентов боятся чувства голода. От голода в наших странах еще никто не умирал. Не нужно бояться голода, нужно научиться грамотно управлять голодом, тогда он станет вашим хорошим спутником и помощником в борьбе не только с сахарным диабетом, но и многими другими заболеваниями. Но наш мозг очень ленив. Если можно ничего не делать, а при этом вкусно кушать, то он будет делать именно это. Недавно я побывал в Арабских Эмиратах, где 45% арабов болеют сахарным диабетом. Если полвека назад они умирали преждевременно от недоедания, то сейчас наоборот, от переедания. Средним на каждого араба приходится в семье по два человека прислуги. Днем они не двигаются, потому что температура воздуха выше 40 градусов. А вечером, когда спадает жара, они ходят друг к другу или по магазинам и вкусно кушают. Честно говоря, и мы мало чем отличаемся от них. Автомобили, лифты, механизация и автоматизация трудоемких процессов стали для нас настоящим бедствием. Мы перестали расходовать достаточно энергии. При этом потреблять стали намного больше, чем еще полвека тому назад. Люди моего возраста помнят, как тяжело доставался нам хлеб насущный. Сейчас же продукты стали доступными, и на их приобретение не нужно тратить много физических и умственных усилий. Да и продукты уже не те, что были раньше. В структуре потребления сейчас преобладают углеводы и жиры. Например, пальмовое масло и другие растительные жиры. В белках мясо, птица, рыба много гормонов роста и антибиотиков. А растительные белки, как правило, геномодифицированного происхождения. То есть изменился баланс потребления и расхода энергии в сторону потребления. А в структуре потребления баланс сместился в сторону потребления углеводов, особенно быстрых. Все это приводит к росту числа людей с лишним весом, с сахарным диабетом и других заболеваний, вызванных ожирением. Сейчас в России и в странах СНГ людей с лишним весом составляет около 60%. В США более 70%. По этой причине болеют сахарным диабетом каждый седьмой житель планеты. Вы не задумывались, как остановить эту пандемию 21 века? Остановить теми способами, которые существуют, невозможно. Где взять столько грамотных врачей-эндокринологов, если сейчас их катастрофически не хватает не только в бедных, но и в богатых странах? Один врач-эндокринолог приходится в среднем на несколько тысяч больных с сахарным диабетом. Да и они традиционно назначают фармацевтические препараты и инсулин, которым со временем организм привыкает и они перестают помогать. Выход из этого положения все же есть. Это профилактика заболеваний и комплексный подход к лечению сахарного диабета. Это работа, которой я занимаюсь не одно десятилетие. Знания, которые я выкладываю в социальных сетях и разработанные мною методики компенсации сахарного диабета, тоже там же. Дорогие мои подписчики, другого выхода нет. Мало кто заинтересован в вашем выздоровлении. Авось да пронесет, здесь не проходит. Диабетические осложнения рано или поздно наступят, если не решать проблему инсулинорезистентности и ожирения. Подобно снежному кому, вызывающему лавину, так и эти заболевания вызовут лавину других заболеваний. Не пора ли включить голову и пройти программы 21-дневного оздоровления и 40-дневного снижения веса и восстановления организма? Ведь альтернативы компенсации диабета не существует. Вы все еще боитесь чувства голода? А что если я скажу вам, что никакого голода не будет, поскольку я разрешаю проходить эти программы с едой? Правда, с некоторыми безболезненными ограничениями. Чего же вам не хватает для принятия решения стать здоровым человеком? Ах да, денег. Но прежде задайте себе вопрос, сколько стоит ваше здоровье? Обычно люди отвечают на этот вопрос, когда клюнет жареный петух. Они готовы тогда отдать любые деньги, лишь бы вернуть зрение, ноги, почки, печень и другие поврежденные сахаром органы. Зачем же ждать этого неприятного процесса, когда всего лишь за 26 тысяч рублей можно одолеть сахарный диабет? Ожирение, жировой гепатоз, артериальную гипертензию, предотвратить инсульты и инфаркты, сохранить почки и другие внутренние органы. Вы серьезно думаете, что ваше здоровье не стоит этих денег? А что если я вам скажу, что эти деньги вы потратите на вредную еду за 61 день, а при прохождении программы 21 и 40 вы их даже сэкономите? Но главное, к вам вернуться здоровье и красота. Поверьте мне, я сам когда-то до диабета весил 120 килограмм, а сейчас 85. Вы спросите меня, как я себя чувствую? Превосходно! Гораздо лучше, чем раньше, когда был на 30 лет моложе. Дорогие мои подписчики, недолго думая, принимайте решение стать свободным от диабета и других заболеваний. Истина в том, что есть такая возможность, а истина сделает вас свободными от болезни. Послушайте внимательно отзывы тех, кто прошел эти программы на моей странице в YouTube-канале «Школа диабета Доктора Коа». И принимайте твердое решение. Сахарный диабет, как и многие другие напасти в жизни, не любит оправданий. Такие как «У меня нет времени, сил и средств противостоять болезни». Бездействие ведет к утяжелению заболеваний. Никогда не поздно начинать борьбу с диабетом. Если вам поставили диагноз или имеете лишний вес, начинайте прямо сейчас, чтобы не было поздно завтра. Поверьте, ничего не произойдет с вашей болезнью до тех пор, пока вы не скажете себе «Хватит глотать бесполезные сахароснижающие таблетки и кормить аптеки». Я принимаю решение действовать. Я готов к преодолению некоторых трудностей и испытаний, чтобы победить сахарный диабет. Моя же роль заключается в том, чтобы повести вас в правильном направлении к победе. Дорогие друзья, ставьте лайк, пишите комментарии и отправляйте вашим друзьям и знакомым этот ролик. Возможно, кому-то вы поможете увидеть свет в конце туннеля. За всем я прощаюсь с вами и желаю вам крепкого здоровья и счастья. С уважением, доктор Ко Роман Львович. Субтитры создавал DimaTorzok